здравствуйте покажу вам прямо вот такой ряд это то что я стараюсь постоянно продвигать вот такие коробки и они стоят рядом либо с домашним рабочим местом или возле возле кровати иногда возле входной двери когда бывают ночные тревоги что здесь в этих ящиках это конечно все такие желания когда хочется что-то довязать мечет это паутинка с широкой такой резинкой резинку я взяла в две ниточки паутинку в одну ниточку на спицах я думаю здесь 6 наверное это шестерка я сейчас уже не буду смотреть не помню и у меня есть вот такие на точки есть розовый есть два таких салатовых цвет сейчас посмотрим да вот так лучше вот такой салатовый стальной серый холодные все цвета и вот такой розовый это на как кинг мохер обратите внимание на нет у меня здесь это мне не то ни то ни то нет у меня здесь этикетки иногда ее нахожу иногда иногда не нахожу и значит перемещаюсь обратно и вот такую паутинку я вижу очень мягкий очень мягкий в одну ниточку классная такая основа и красивый сам по себе как материал посмотрите сколько там пуха хорошая нитка и отличная цена я как-то так начала здесь видно ну да здесь видно что резинка в две ниточки а само тело паутинки рекламные линии таки где диркали так чтобы здесь была такая морешка и я думала что мне этого может быть хватит может не хватит мне такое печенье что я могу связать с одного матка и максимум вот этот понадобится вот этот больше размотан для того чтобы манжеты и резинку снизу тоже сделать два раза в две ниточки следующий процесс который я активно вижу это свитер из насочной пряжи я уже показывала что я думала делать не делать кетлевку и кетлевку я сделала сейчас опять попробую к свету но особо не поменялась вот такая горловина будет с отворотом и я попробовала сделать кетлевку на 4 рядочки мне кажется нормально все что возможно все таки нужно было здесь взять спицы меньшего размера на кетлевку я не меняла спицы нужно или меняла и спицы я не могу вспомнить или я всего лишь на пол размера мне кажется я всего лишь на пол размера поменяла все вязала на четыре с половиной горловину потом поменяла на пол размера наверное на четверки а нужно было бы где-то на 375 на три с половиной тогда бы полу хотя я думаю что после вот его после стирки он это же насочная пряжа и такой макет я думаю что он хорошо сейчас я попробую разложить вот я вижу круглой кокеткой круглой кокеткой а я сейчас сделаю вот так вот так вот горловина здесь у меня круглая кокетка я уже в самом начале сразу почти во втором ряду после кетлевки я сделала прибавки потом провязала прибавки провязала прибавки провязала прибавки посмотрю как будет комфортно какое количество петель вот такой уже свитерок здесь я хочу чтобы условная линия реглана на круглой кокетке было где-то 20 25 сантиметров сейчас я думаю у меня здесь сантиметров 20-22 то есть мне еще нужно как минимум один ряд прибавок сделать и после них провязать еще какое-то количество и потом уже буду разделять на на что на спинку вперед и рукава отделять вы вывязать главное росток не забыть пряжа какая ализе супер вошь насочная пряжа и две ниточки от ярно антарес такой полу полу мохер 30 процентов кид мохер 38 акрил 32 полиами для такой вот смесовки в самый раз мне кажется он очень мягкий и легкий при этом мохер заполнит пространство свитер я вяжу весь основной свитер я вяжу на спицах я думаю что это семеркам нужно нужно все записывать я я я не помню абсолютно это 7 миллиметров вижу на деревянных лучше всего по таким деревянным спицам скользит это пряжи так поехали дальше значит это паутинка это свитер я его вот сегодня не знаю рядов 10 наверное провязала этот не вязала шарф шарф уже тоже много провязано сейчас мы его тоже покажу очень мне нравится там еще недоделанная внутри недоделанная моя работа не размотана пасма газал аутлет очень тоненькая пряжа сто процентов супер вошь мирина я одну пасму размотала чтобы вязать две ниточки подмотка такой красивой пряжи я не найду достаю шарф вот так вот он я показывала что здесь переходы такие рисковатые а здесь внутри как бы одного вот этого цвета очень красиво переходы и здесь тоже более-менее мягко идут а вот друг с другом могли бы еще как-то более мягче чуть чуть мягче сделать вот уже более темная начинается еще более темная полоса что у меня здесь осталось осталось вот такая это yarn art power с альпаком а этот нужно на место положить все вот это домотать не домотала сразу у меня нету для разматывания пасмы ее на на стул на ножки на ножки обычного табурета я вешаю и разматываю а потом на моталке мотаю и вот этот большой процесс который в принципе мне уже тут очень очень мало осталось я очень много сделала долго его вижу сначала я его перевязывала и вязала так активно думала будет шивное изделие но нет я его распустила и все теперь привязала в большой тоже свитер круглой кокеткой вот я уже закрыла резинку же связала один рукав сейчас еще раз так сделаю один рукав вот таким широким манжетом широкий рукав свитер реально как бы укутывает прямо упутывает и выглядит очень красиво сейчас немножко засвечивает он намного намного ярче и вот остался мне один еще рукав здесь я вязала по кругу и делала такой не знаю когда сколько здесь у меня пой изнаночные 2 нет вы 2333 изнаночные я вязала чтобы вот здесь был такой стабилизирующий потому что большой свитер ему как будто бы на шивной он всегда более не ползет он не ползет не по фигуре не при стирке носится более структурировано очень красиво так как это не шина и сделали я делала три изнаночные с одной и с другой стороны и он тогда лучше лучше выглядеть это структурируется лучше вот так вот рукав остался это как я его долго вижу я вообще ничего уже не помню вот вот здесь конкретно я довязала все все помнила здесь довязала вот рукав мне нужно будет на рукав конечно у меня хватит пряжи yarnart crazy color и здесь тоже у меня антарес от ярна вместе смешиваю вот так мне кажется поймала более мне видите как меняется цвет красивый такой осенний вариант ну совсем же немножко стиле пушистая тоже что хорошо в стиральной машине нужно будет его стирать постараться все таки все вот такие вот такие корзинки